здравствуйте меня зовут федор васильев и мы продолжаем с вами работу я хочу внести ясность все-таки в основные изображения для наших товаров смотрите если мы перейдем в какой-нибудь товар у нас есть основное изображение мы можем по нему кликнуть и увидеть изображение в большем размере сейчас вы поймете о чем идет речь так это не очень хороший пример возьмем какое-нибудь другое изображение вот здесь вот видно видно что при увеличении то есть при клике мыши на главное изображение в увеличенном виде изображения всплывает то есть это всплывает оригинальный размер картинки раз он больше значит он большего размера нежели вот на самом продукте да то есть к чему я это вообще я клоню когда я вам в прошлом уроке объяснял что изображение должны быть одного размера смотрите изображение вы можете загружать большие чтобы при увеличении они хорошо смотрелись вот как сейчас да то есть чтобы изображение было в полном размере то есть чтобы человек например потенциальный покупатель мог разглядеть ваш товар я имел ввиду что изображение для продуктов между собой должны быть одного размера вот здесь ключевой момент а уже вот этот размер он уже подгоняется настройками магазина то есть вы сами решаете какая здесь будет картинка то есть чуть меньше чуть больше и уже ориентируйтесь именно вот на эти колонки от этого зависит тоже размер изображения то есть вот эти вот колоночки я решил делать четыре колонки я подогнал изображение именно настройками магазина а если вы будете делать так изображение уменьшится все как я вам говорил да и будете загружать их маленькими то при клике уже в самом продукте она будет тоже маленького размера то есть конечно же при клике должно раскрываться вся красота изображение продукта вот здесь такое небольшое уточнение и так переходим в админку нашего сайта нашего магазина переходим компоненты джумал касса продукты у вас было домашнее задание создать еще несколько продуктов я создал еще у меня получилось 8 телефонов от компании apple и они у меня помещены в одну категорию и так чтобы нам дальше двигаться нам нужно видеть то есть уже на сайте как выглядит у нас товар а чтобы нам это видеть нам нужно для товара создать пункт меню чем мы и займемся в этом уроке и так давайте посмотрим как меню устроена на нашем демо сайте то есть которого мы сейчас учимся да и делаем пытаемся повторить то же самое смотрите в этом сайте я сделал два меню то есть горизонтальное верхнее она не относится к товарам это какие-то информационные пункты меню да и наши товары они находятся вот я сделал в левой колонке такое выдвижное меню здесь у нас имеются все товары которые я создал давайте посмотрим в админку а его дома сайт и посмотрим как это устроено я создал пункт меню на каталог товаров то есть этот пункт он не кликабельный видно вот здесь написано ниже разделитель потом я создал смартфон тоже разделитель некликабельный и для пункта меню смартфона родители у нас является каталог товаров а уже родители смартфоны для этого родителя у нас идет смартфон apple то есть под пункт меню то есть смотрите вот видно каталог товаров это просто раздвижная панель видно вот идут смартфоны не кликабельный пункт и идут под пункты это уже то есть если это уже товары то есть категория товаров если мы кликаем на смартфоны apple у нас должны открыться только смартфоны apple вот тоже самое мы должны с вами сейчас проделать переходим в наш сайт переходим меню менеджер меню создать меню заголовок обязательно по-английски можно что угодно здесь написать чтобы вам было понятно я напишу просто меню left тип меню также меню left и все сохранить закрыть так мы создали с вами это у нас будет меню для левой колонки заходим меню left и теперь нажимаем на кнопку создать создаем пункты меню так пишем здесь каталог товаров например потом мы кликаем на кнопку выбрать прокручиваем колесо мыши выбираем системные ссылки и берем разделитель все здесь больше ничего не делаем мы кликаем сохранить далее мы кликаем сохранить копию альяс удаляем и пишем смартфон смартфон и состояние опубликовано разделитель и родительский элемент вот здесь вот справа мы выбираем каталог товаров нажимаем сохранить далее мы нажимаем сохранить копию удаляем заголовок пишем смартфон и apple удаляем альяс состояние опубликовано родительский элемент теперь у нас уже идут смартфоны кликаем на кнопку выбрать первый пункт jumel касса здесь у нас имеется несколько пунктов меню нас пока интересуют продукты вот этот пункт меню продукты отображает список продуктов кликом продукты далее у нас появляется здесь категория кликаем по списку и выбираем смартфоны apple и пока нажимаем сохранить идем на сайт и смотрим у нас с вами ничего нет потому что у нас не выведена модуль меню для наших пунктов для этого мы закрываем данное меню можем кликнуть вот здесь слева по меню и напротив меню left есть в правой части добавить модуль для данного типа меню кликаем на эту ссылку в заголовке пишем меню меню слева это просто для вас это на сайте видно не будет потому что мы здесь кликнем скрыть заголовок итак оставляем пока все как есть состояние опубликовано нам нужно теперь определиться где расположить данное меню мы пока нажимаем сохранить и закрыть нам нужно посмотреть модульную позицию куда вывести данный меню так я перейду на свой демо сайт перейду на главное и в адресной строке пропишу вопрос tp равно единице эта конструкция позволяет просмотреть на модульные позиции нашего шаблона скорее всего данная позиция называется сайт бар б чтобы вы могли просмотреть модульные позиции вашем шаблоне я вам напоминаю вы должны перейти сначала расширение менеджер шаблонов перейти в настройки и вот здесь нажать на кнопку включить сохранить закрыть переходим обратно расширение менеджер модулей переходим меню слева и вот здесь ищем сначала наш шаблон вот он заголовок вода и потом у нас идет сайт бар б дальше привязка к пунктам меню делаем пока на всех страницах и пока больше наверное ничего мы тут не делаем нажимаем на кнопку сохранить идем на главную страницу нашего сайта и обновляем да у нас здесь получается каталог товаров он идет у нас справа в шаблоне вы можете переключить там где вам больше нравится но я хочу разместить слева поэтому мы переходим в админку расширение менеджер шаблонов заходим в наш шаблон более детально настройках шаблона как я уже обещал я вам расскажу дальше мы переходим у вас откроется вот так вы потом переходите в профайл прокручиваем ниже но здесь находим сайт бар б позиция и выпадающем списке выбираем left то есть отображать слева сохранить обновляем страницу и и видим что у нас меню вводится слева далее у нас шаблон намного уже здесь основной каркас чем в нашем демо поэтому давайте сразу проставим размеры на этой же странице настроек шаблона находим template ширина и ставим 1280 тут конечно же уже вы смотрите на свое усмотрение это ширина каркаса нашего шаблона дальше сайт бар оставляем размер 25 а сайт бар б сделаем 20 23 и нажимаем сохранить обновляем страницу и у нас теперь ширина каркаса такая же как и в демо и есть еще один нюанс на для нашего модуль меню нужно прописать суффикс ss класс модуля для этого я в админку своего демо магазина перейду в менеджер модулей зайду в меню дополнительные параметры и вот видите вот здесь поле суффикс ссс класс модуля у нас стоит нижнее подчеркивание и английскими буквами написано меню вы также сейчас пропишите у себя на сайте переходим менеджер модулей меню слева дополнительные параметры суффикс ссс класс модуля вот так прописывайте как у меня сохранить закрыть итак давайте посмотрим что у нас получается если мы кликаем по галочке раскрываем меню видим наше созданное меню смартфона если мы кликаем то у нас выскакивает ошибка не установлен валюту по умолчанию то есть мы не можем видеть товары пока у нас нет ни одной валюты созданной по умолчанию давайте создадим для начала валюту рубли для нашего магазина мы переходим в админку компоненты джумала касса валюта находим кликаем сюда и нажимаем на кнопку создать заголовок можно написать руб а код валюты здесь вы можете навести мышку на каждый пункт и прочитать то есть как правильно здесь что заполнять смотрите код валюты мы ставим заглавными буквами вот так руб обратите внимание красные звездочки это те поля которые обязательны к заполнению символ валют можно просто написать руб курс валют здесь можете навести почитать по умолчанию оставляем вот это значение изображение валют давайте выберем из выпадающего списка ру ру вот так практически в самом низу ру нижней подчеркивание руб выбираем и у здесь появляется иконка нашего флага описание можно не заполнить состояние опубликовано нажимаем сохранить и закрыть здесь мы можем создать неограниченное количество валют то есть те валюты которые нам нужны для нашего магазина зачем они вообще нужны на сайте демо вы вот здесь можете видеть слева переключение валют я выбрал целый список видите да руб доллар и гривны то есть здесь уже мы позже разберем детально как создаются другие виды валют и зачем они нужны человек из украины например удобно платить гривны и и чтобы ему не переводить самому сколько рублей это будет в гривнах например телефон смартфон в заход например в какой-то телефон и он видит что здесь цена в рублях он нажимает вот здесь от гривны автоматически страница перезагружается ему уже подставляется цена в гривнах то есть автоматически меняется цена и подставляется грн конца то есть вот такая вот полезная фишка вы сможете сделать в дальнейшем пока мы просто назначаем руб по умолчанию чтобы мы могли видеть наши товары до этого мы еще дойдем и так мы с вами создали первую валюту и надо ее сделать по умолчанию смотрим в правую часть и находим здесь такой пункт по умолчанию нам нужно кликнуть вот по этой звездочки чтобы она стала желтенькой и вот тут выскакивает сообщение что данной валюты теперь по умолчанию далее мы идем на сайт обновляем страницу кликаем каталог товаров кликаем смартфон apple и у нас уже выводится товары не смотрите пока на то что они выводятся здесь не очень красиво в следующих уроках мы это все с вами сделаем на этом я оставлю паузу и мы с вами продолжим работать в следующем уроке